А вот кто, мне всегда интересовало, кто, допустим, в российском сегменте социальных сетей западных, если мы говорим про тот же Facebook, кто устанавливает эти правила? То есть это роботы или живые люди? Нет, все предельно просто. В социальных сетях в Facebook, там все граждане подчиняются законам штата Колорадо. Поэтому у них там вообще нет таких вопросов, которые у нас с вами возникают, я вас уверяю. Но когда на территории России в Facebook кто-то ругается или в YouTube, это же аборигены ругаются, они граждане Америки. То есть страна, с которой никто не сотрудничает, пусть они там ругаются. А наши суды не принимают этих исков, потому что они не очень понимают, а где этот YouTube? Он же не подчиняется решениям нашего законодательства. И то, что мы сейчас с вами обсуждаем, оно невозможно ни в Китае, невозможно и в Америке. Там и там соблюдаются законы. Мы находимся на некой территории, я об этом постоянно говорю, как Бурдианов-осел. Но нам надо куда-то пойти, либо направо, либо налево. Ну надо, другого нет пути, потому что иначе мы сдохнем. Мы на разрыв, мы постоянно на разрыв между Гнойным и Швыдким. Ну вот если так по-простому сформулировать. Ну серьезно, но не бывает, они не могут жить вместе. Либо Гнойный должен пойти постричься, назваться там Иваном Петровым. Либо Швыдкою должен надеть в себе вот этот, я не знаю, что там, ирокез сделать и туда же ринуться. Не бывает, нельзя, понимаете, не получается. Фьюжн для страны, для любой страны это плохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова